Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Елена Никифорова, директор туристической фирмы «Арготур». Елена, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоит такое проблемное, так еще недавно направление, как Турция. Ездят ли наши рязанцы отдыхать спустя неделю после того, как президент разрешил уже выезд в эту страну? Ну, как вы повторяете, президент разрешил выезды и продажи туристических путевок в эту страну, но, к сожалению, Министерство транспорта до сих пор не разрешило полеты чартерных самолетов, опять же, в сторону Анталии. Поэтому на сегодняшний момент у нас остается продажа туристических пакетов на базе регулярной перевозки. А именно это турецкие авиалинии и группа компаний «Аэрофлот», то есть непосредственно сам «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия». В связи с этим, естественно, туристические пакеты приобрели стоимость небывалую. Они подорожали процентов на 30-40. Когда произойдет разрешение на полеты чартерных самолетов, я думаю, что стоимость пакетных туров, опять же, уменьшится и примет свои предыдущие, скажем так, размеры. Это от 50 тысяч при двухместном размещении на неделю проживания в трех-четырехзвездочной гостинице в Анталии. Сейчас пока что мы видим ситуацию, что туры начинаются от 80 тысяч рублей на двоих при недельном отдыхе в Анталии, что, на мой взгляд, наверное, завышено. Хотя желающие есть, но, к сожалению, не так много, как мы предполагали. Как и прежде, Турпоток уже распределен. В основном россияне покупают туристические путевки и думают о своем летнем отдыхе в апреле и в мае месяце. И поэтому, кто хотел, тот уже купил куда-то в другие страны. Это и Греция, это и Болгария, и Черногория, и Хорватия. В том числе, конечно же, курорт Краснодарского края. Благодаря очень удобной транспортировке туда у нас прямой поезд сел 20 часов, и ты уже осматриваешь олимпийские объекты в Сочи. Плюс ко всему стоимость, естественно, начинается отдых на курортах Краснодарского края от 20 тысяч на человека, что, естественно, приятно для всех нас. Ну, то есть они не ринулись, да, вот сейчас, спустя неделю? Вы не заметили такого? Или вот есть какой-то поток уже людей, которые заинтересовались, взяли билеты? Вы знаете, первые два дня был небывалый спрос, но спрос имеется в виду не приобретение туристической путевки, а просто запросы стоимости. Ну, кто-то купил уже, может быть, все-таки? Купили, да. Хорошо. Вот тогда куда же рязанцы в основном отправляются? Куда они заранее покупали билеты? Действительно ли они больше хотят остаться в России, вот как сообщают всякие статистические исследования? Или они все-таки также летают за границу? Ну, на мой взгляд, конечно, курорты Краснодарского края лидируют. Во-первых, это связано со стоимостью, во-вторых, это связано с удобством. Не все любят летать, не все не боятся летать, не всем хочется ехать в аэропорты Москвы, в Шереметьево добираться проблематично, во Внуково проблематично. А здесь прямой поезд, вечером ты садишься на Рязани 2-й, и говорю еще раз повторюсь, 20 часов, и ты уже в Сочи. Поэтому лидирует Краснодарское направление, это Сочи, Адлер, Лоу, Лазаревская, Геленджик. Наверное, там же в лидирующих позициях и Абхазия. Это в том же направлении, просто нам необходимо перейти границу. Для этого не требуется зарубежный паспорт, цены тоже там же приемлемые. Если не сказать, что дешевле, чем у нас в Сочи. Крым, я бы не сказала, что востребован. Это опять же связано с тем, что необходимо совершить перелет. А если говорить о зарубежных турах, то это Греция. Это Греция, это Черногория, это Болгария. А как живут страны Азии? Страны Азии, мы привыкли их продавать зимой. Когда у нас снег, в странах Азии, это Таиланд и Вьетнам, там лето плюс 30, комфортная погода для отдыха. В летний период, наш летний период, с мая по октябрь, в этих странах сезоны дождей и сезоны повышенной температуры и влажности. Но, несмотря на это, никто не стремится закрывать эти направления летом. Туда по-прежнему летают чартеры и в Бангкок, и в Ньячанг, и в Хо Ши Мин. И поэтому их просто убавили количество частот и полетов. И, конечно же, они пользуются популярностью тоже и летом. Связано это с тем, что это долларовые направления. Они не такие дорогостоящие, как Европа. И наземное пребывание там достаточно для нас комфортное. То есть любой человек в ресторане или в магазине можно свободно пережить для большой семьи при двухнедельном отдыхе. Расскажите, как дела обстоят сейчас в Европе? То есть там тоже она переживает кризис определенный, мигранты и все прочее. Упал ли поток действительно наших русских туристов туда? Он упал, но не только связано это с потоком мигрантов. Конечно, мы постараемся не продавать греческие острова, где они, скажем так, находятся в лагерях. Это остров Кос, это остров Родос, где их повышенное количество иммигрантов. Но по продажам ударило в первую очередь введение дактилоскопии. Теперь необходимо каждому россиянину раз в пять лет совершить ваяж в Москву или ближайший к нему визовый центр в городе, в котором он живет, и сдать отпечатки пальцев и сделать фотографию лица. Вот это больше всего останавливает каждого россиянина от путешествия в Европу. Даже мы, находясь на расстоянии 180 километров от Москвы, где все находятся, европейские визовые центры, скрипя сердцем и душою, отправляемся туда за этим делом. Те же россияне, которые получили визы, как правило, получают сейчас на год, на два и даже на три. Греки пытаются всяческим образом завладеть душами, сердцами и кошельками россиян, пока закрыта Турция и Египет. И настолько лояльны по отношению к нам в плане выдачи виз, что дают теперь многократные визы на несколько лет. Не на срок пребывания, не на срок путешествия, на несколько лет. И, конечно же, лидирует Греция. Как только увеличивается визовый отрезок, на втором месте Испания. Они дают полугодовые визы традиционные. Естественно, в Испанию тоже не снижается поток. А из стран Франции, Португалия, Швейцария, Германия, даже Финляндия и Норвегия, можно сказать, для рязанских отдыхающих это потерянные направления. Но вот это только в Европу надо, это дактилоскопия проходить, да? Во все страны Шенгенского соглашения. И к чему это все ведет, вот как вы думаете? Что-то у нас с туризмом начало происходить в последние годы, да? Нет, дело в том, что дактилоскопия необходима для того, чтобы усовершенствовать нашу паспортно-визовую систему. Ведь у людей, живущих за пределами России, паспорта совсем другого образца. Мы же имеем на руках заграничные паспорта старого образца, которые не содержат внутри чипованную информацию для иммиграционных служб другого государства. Поэтому мы, скажем так, для них невидимки. А после этой процедуры дактилоскопии, да, мы будем, не мы, а наши отпечатки пальцев будут находиться пять лет в базе, будут храниться, и если что-то и как-то, то всегда будет человек не восстановлен, а идентифицирован. Ну вот я в общем имею в виду, то есть в Турцию мы не ездили последнее время, в Египет тоже, с Европой, значит, у нас отпечатки пальцев. Вот раньше, больше, я думаю, россиян путешествовало, да? Россияне путешествовать начали в таком массовом характере после 2005 года, не ранее. А начиная с 95-х годов, да, когда послеперестроечное время пришло, и у нас вообще открылся железный занавес, если мы смогли себе позволить куда-то совершить ваяж, массовых направлений таких-то и не было. И не было чартерной перевозки, все летали на регулярных рейсах, и не так много нас летало. То есть я думаю, что сейчас идет просто некоторый откат или возврат к началу 2000 года. Это, естественно, связано и с кризисом, и с финансовым благосостоянием, и с какими-то катастрофами, и с терроризмом, и с чем только это не связано. Но в первую очередь это, конечно, финансовое благополучие россиян. Ну вот так вот еще прям пример приведите. Мама, папа, там, ребенок, да? За сколько они могут отдохнуть в Сочи, в Крыму, там, ну, на 10 дней, например, в той же Турции и в Греции, например? Вы знаете, я бы все бы мерила 100 тысячами. Везде? Да, чтобы было примерное соотношение цены и качества. Потому что у нас в Сочи можно отдохнуть и за 25 тысяч, но вы не получите ни еды, вы не получите ни развлечений, ни лежаков на пляже, ни all-inclusive, там еще что-то, да? Поэтому сравнивать так вот все направления огульно невозможно. Их нужно сравнивать либо в одном разрезе, либо просто минимальную стоимость тура. Ну и в Греции можно 100 тысяч отдохнуть, да? Можно отдохнуть везде. И также в Турции. Да. Спасибо вам за эту познавательную беседу. Мы были рады видеть вас в эфире нашей телекомпании. Спасибо. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова